Всем привет, с вами Прия, и мы вновь в гарнизоне. Причиной этому стал зимний покров, который начался сегодня, 16 декабря. Продлится он до 2 января, ну а 25 декабря можно будет получить какие-нибудь уникальные подарки, о которых информация всё ещё в секрете. Суть текущего видосик, судя всё-таки из названия, пойдёт о Голдфарме, и Голдфарм тут весьма специфичный. Мы будем дропать определённый итем, и в последующем мы продадим его на ауке. Да, конечно, в прошлых годах это было намного масштабнее, так как луталась ещё и фласочка на 15 минут на х3 опыт, но теперь мы только лишь радуемся маунту и получаем им каким-либо ресурсом для гарнизона, хоть они и устарели, но всё же, может, кому-то они будут полезны. Что нам нужно сделать для начала? Для начала мы прилетаем в гарнизон, насколько я правильно помню, гарнизон должен быть третьего уровня. Берём абсолютно все дейлики, 4 штуки, за которые суммарно мы получим 5 весёлых припасов. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2. Ну, по-моему, равно 5. Если я не прав, то, как говорится, дайте знать в комментариях, может, я уже считать разучился. И за эти весёлые припасы, за 5 штук, мы будем покупать опасный подарок. В последующем все эти опасные подарки будут вскрыты, и можно будет узнать, сколько вообще всего-всего получено. Можно делать на всех персонажах эти весёлые припасы, привязанные к учётной записи Blizzard. То есть вы можете, например, как вариант, делать всё это за альянс на Гордуне, а потом взять, переслать на какого-нибудь ордынского персонажа на другом сервере. Также можно купить всякие украшения, можно купить игрушку, которая будет продана на аукционе. Ну и, по-моему, которая там для какого-то достижения нужна. Что ещё можно купить? Ну, собственно, абсолютно всё, что покупается за весёлые припасы, то и можно купить. Но нас интересуют опасные подарки. Полетим, сделаем дейлики, и в рамках записи видосика вскроем один подарок. Лететь нам, конечно, далековато, примерно 6000 ярдов, метров, и займёт это 4 минуты. Как можно ускорить весь этот процесс? Ну, играя за Орду, в принципе, не придётся долго лететь, потому что гарнизон их находится в хребте ледяного огня. Как вариант, если вы играли в дренор и проходили испытания на золото, то у вас должен быть портал к подземелью шлаковые шахты. И, собственно, таким образом можно ускорить своё попадание к зоне выполнения всех этих дейликов. У меня это сделано на воине, и, наверное, нужно было продемонстрировать это. Но всё-таки решил я это сделать на ДК. Хотя выполнение дейликов является очень лёгким, нам нужно взрывать необычные подарки, убивать мопцов и вскрывать клетки. Всё, в принципе, легко, но если у вас включен вармод, то остерегайтесь противоположной фракции. Как вариант, с целью ускорения выполнения всех этих дейликов, вы можете просто наинвайтить людей, которые бегают рядом. Может, они принят инвайт, и с целью того, чтобы делать эти дейлики быстрее, конечно, лучше делать это в компании. То есть, например, если я разрушаю какие-либо подарки, то это засчитывается всем участникам группы. Если кто-то спасает детишек из клетки, то это засчитывается абсолютно всем участникам группы. Дейлики сделаны, и можно портнуться в гарнизон. Но проблема. Камень в КД. Вспоминая прошлые года, я помню, что тоже сталкивался с такой проблемой, и путь её решения крайне прост. Можно просто взять и выйти из мира в той зоне, где мы делали эти дейлики, ну и потом как-нибудь зайти в течение дня и нажать камень возвращения в гарнизон. А в это время, как вариант, можно просто делать дейлики на другом персонаже. Если вы намерены делать многими персонажами, то эта тактика хороша. Но в рамках записи этого видосика и вообще в рамках всего зимнего покрова я собираюсь сделать только один тот единственный ящичек, открыть его и успокоиться на этом. Потому что то, что происходило в декабре 2015 года, мне даже вспоминать не хочется. Это была рутина очень сильная. Долетев до гарнизона, сдаём абсолютно все дейлики, получаем 5 весёлых припасов. Конечно же, радуемся их получению и покупаем опасный подарок. Надеемся на чудо, то что нам упадёт прислужник Ворчуна. Ну, посмотрим. Как вариант, может ещё упасть нефть для гарнизона, медальон легиона, который апает репутацию со всеми фракциями, насколько я правильно помню. А также могут упасть ресурсы гарнизона и что-то ещё. Ну, да, апексидовые кристаллы, конечно. Я забыл их упомянуть, и они упали с целью того, чтобы напомнить о себе. Окей. Видосик с открытием около 100 опасных подарков я закину в описание. Я помню то, что был такой в январе 2016-го. Всё-таки тема эта давно известная с этими весёлыми подарками. Просто людей много новых сейчас в игре, так как 15-летняя годовщина и всё такое прочее. Стоит напомнить обо всём этом фарме. Ну, цель выполнена. Всех вам благ, счастья, здоровья, прислужников Ворчуна побольше в виде маунтов. Берегите ноги. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!